Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Мазинхулиплей. Сегодня у нас будет новое интересное и полезное видео для вас, поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сегодня, пацаны, я буду работать в такси, такси это какой-то новый бизнес получается, и завтра в 15.00 эти бизнесы слетят, и вы сможете их купить. В ГОСКО будет 30 миллионов, поэтому тот славит в принципе, тот потом будет дальше заниматься данным бизнесом, либо просто продаст. Поэтому сегодня покажу, что из себя вообще представляет данный бизнес, чем там вообще нужно заниматься, и сегодня буду работать на доставке. То есть есть работа это возить людей, принимать заказы, а есть работа доставка, то есть работать курьером на своей машине. Я вам сегодня это все покажу, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Также не забывайте введите в промокод, пишите ММ, потом убирайте 7 пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом. За которого вы получите 150 тысяч, его можно вводить на любом серии Мазинхулиплей. Короче, пацаны, я нашел бах, получается я перезашел, я на Мурке работал, перед этим в такси, и она теперь здесь стоит, но взять ее не могу. То есть я пытаюсь ее открыть, и мне пишет, вы не у транспорта. То есть это реально какой-то жесткий бах, и в эту машину я сесть не могу. Но скорее всего это потом пофиксят, но это очень странно, пацаны, то что я приехал на Эволюшене, и я такой смотрю, здесь это моя машина, я такой не понял. Ну короче, выглядит это примерно вот так вот. Пацаны, что вам нужно вообще в первую очередь сделать? Это получается найти людей, которые вас могут принять в данную компанию. Как это сделать? Приезжаете получается куда-то в офис, либо в Батриво, либо в Южный, и смотрите вот здесь, кто владеет данной компанией. То есть вы приезжаете сюда, смотрите заместителей, либо получается лидера данной компании, то есть данного таксопарка, и потом пишете в объявлении, пытаетесь как бы с ними связаться, и они в принципе вас могут принять. Как посмотреть, получается, меню вообще таксопарка, пишите команду CMENU, сейчас я вам покажу. CMENU, и здесь получаются активные вызовы. Это люди, которые в принципе вызывают такси, которых вы можете отвезти куда им нужно. Потом, здесь есть получается доставка. Сегодня мы будем заниматься именно доставкой, но я вам чуть позже ее покажу. Потом, здесь можно посмотреть автопарк данной, получается, компании, точнее таксопарка. Просто мне удобно говорить компания, потому что, ну все-таки, как ни крути, это такая, знаете, маленькая компания своя, только таксопарк. Потом, топливо компании, рейтинг можно посмотреть, здесь как бы награды можно получать. И потом эти награды обменивать на улучшение бизнеса, там, на машины и так далее. Вы, получается, садитесь в свою машину, пишите команду CMENU, и здесь выбираете 11 пункт, начать таксовать на личном транспорте. И потом, что вы делаете? Я вот буду заниматься, допустим, доставкой. Можно как бы заниматься другим, но мы будем заниматься доставкой. Как заниматься доставкой? Пишите команду JOB, получается, либо CMENU, в принципе, без разницы. И вот здесь есть доставка. Вам доступен заказ на доставку от точки А в точку Б. Расстояние 1 километр. Цена 6 тысяч. Здесь вам пишется, сколько вам заплатят. Вот, допустим, видите, у меня метка, получается, на казино стоит. Как бы мы уже начали работу, наша задача приехать, взять, получается, груз. Я не знаю, какой там груз, честно говоря, вообще без понятия. Просто берем, получается, груз, и потом везем его в другое место. То есть работа реально нормальная такая. Просто было такие места, то, что тебе приходится жестко там объезжать куда-то. Но в основном заказы, знаете, как и из Южного на Рублевку. С Рублевки в Южный. То есть, видите, вон еще люди работают, они занимаются доставкой. И об этом пишется в чат. То есть видно, сколько человек заработал. И видно, сколько он принес компанию денег. На данный момент эта работа очень популярна, потому что, ну, очень много людей работает. Вы можете вот по чату посмотреть. Просто очень много людей сейчас там работает. Потому что работа новая. Всем интересно поработать на своей машине. Тем более на своей машине много лучше работать, чем работать там, допустим, на каком-то Логане. Либо еще на какой-то машинке, знаете. На личной машинке всегда пизжей работать. Все, вот мы, получается, заезжаем на Рублевку. Вот сами видите, то, что люди просто все работают. Вот еще один таксист. То есть вот еще один таксист, пацаны. Просто все сейчас здесь работают. Я решил об этом видосе записать, потому что темка реально интересная. И немногие вообще понимают, как здесь работать. Как попасть, получается, в такси. Вот, получается, мы приехали. И нам просто нужно зайти на чекпоинт. И все. Наш заказ будет выполнен. Просто вот забегаем. Все, мы получили 6 тысяч. Вот работа реально очень легкая. Тем более, если работать ночью. Мне кажется, можно вообще очень классно зарабатывать. Все, пацаны, началась жара, короче. Взял я машинку. Вот наша первая доставка. Сейчас мы так аккуратненько подъедем. Прям аккуратненько просто берем. Выходим. Берем чекпоинт. Отличненько просто. Садимся в машинку. Так, нам ехать в ту сторону, да? Вообще, без проблем. Ну, проблем просто. Берем. Не тросик подрубили. Все, пошла, родная. Просто полетел. Вот светофоры прям реально очень портят все. Если работать ночью, можно просто так быстро на этой тачке ездить. Реально, по этой карте нихуя непонятно просто куда ехать. Хотел показать мастер-класс. В итоге, блядь, походу обосрался, да? Так, выходим. Просто опа, заказик отдал. Давай, давай, давай. Дал-дал, ушел. Дал-дал, ушел. Ляу-лёу. Давай, давай, давай. Опа. Все, приехал. Еще бы все понимать, куда ехать. Потому что, блядь, на мини-карте нихуя не показывает. То есть, ну, на этой обычной карте на М. Это надо полностью карту, вот эту большую, открывать. А, я понял. Там, где я брал изначально, сюда мы и приехали, да? Берем, давай. Опа, все. Можно, как бы, музычку включил. Просто катаешься и все. Вообще тебе похер на всех. То есть, реально, очень много точек. И работы для всех хватит. В данный момент работает где-то человек 40. Понимаете? На этой работе. Вот и на доставке. И, как бы, всем работы хватает. Поэтому, в этом плане, все хорошо. Конечно, работа, скорее всего, не очень прибыльная. Вот, я не знаю, сколько мы за час заработаем. Если вы на этом ролике наберете очень много лайков, то я поработаю доставочком час на своей машине. И посмотрим, сколько за час я смогу заработать. Потому что, в данный момент, я не хочу этого делать. Вот, если вы покажете реально хорошую активность на этом видео, я увижу то, что вы хотите. Я запишу видео, где я буду час работать на своей машине. И мы посмотрим, сколько я смогу заработать. Ну, реально, все доставки, в основном, это на Рублевку. С Рублевки в Южный, там, на Нашан бывает иногда. Поэтому, то есть, далеко ездить не придется. Чисто, а Нашан Южный, Южная Рублевка, вот так вот катаетесь и все. То есть, реально, далеко ездить не придется. То есть, для тех, кто любит просто покататься, там, музыку послушать, это реально идеальная работа, я считаю. Ну, реально, очень удобно то, что тебе не приходится там очень далеко ехать. Ты, допустим, приехал на Рублевку, взял заказ, и заказ здесь, как бы, рядом находится. Вот, пацан тоже работает, видите, на доставке. Как бы, работа сейчас очень популярная. Тем более, завтра можно будет купить себе таксопарк. И посмотрим, что она вообще из себя будет представлять, потому что, я, честно, не представляю, какая там должна быть прибыль вообще. И за сколько их вообще будут продавать, это таксопарки. Если бы я знал, пацан, я бы себе бизнес не покупал. Я бы лучше подождал бы и попытался бы словить, либо выкупить таксопарк. Да, можно, кстати, посмотреть, но здесь почему-то ничего нету, хотя я уже где-то заказов 10 точно сделал. Так, вот мы уже почти доехали, я немножко штрафов наловил, по 4 тысячи, в принципе, нормально. Я думаю, ничего страшного. Но я думаю, суть данной работы, в принципе, понятна. Работать не в своей машине, можете на машине, как бы, таксопарка работать, у кого нету машины. Не знаю, будет это прибыльно или нет, но сейчас, как бы, много кто работает. Реально, сейчас человек 40 работает, просто катает и зарабатывает деньги. Но мне, в принципе, нравится, как бы, я еще поработаю, думаю, как бы, нормальная работа. Конечно, не прибыльнее, чем дальнобойщики, либо рыбалка, но в целом неплохо. Ты просто катаешься на своей машине, зарабатываешь понемножку денег. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.